Сан-Франциско Это вот минимальная оплата труда в размере 15 долларов в час, на которой настаивает Сандерс И, ну, значит, там проблема в том, что люди подсчитывают и говорят, понимаете, что произойдет Конечно, часть народу, которые получают там 8, 9, 10 долларов, станут получать 15, и их ситуация улучшится Но, с другой стороны, она не просто так улучшится, а часть народу, другая часть народа, потеряет работу И как бы совсем вообще остается без ничего И они таким образом едут на Велфере, там будут, и вообще жизнь разрушится, ну и так далее И сейчас вообще идет дискуссия, насколько такие вещи реально влияют на рост безработицы Потому что вот тут на днях вывесили письмецо, там на государственном сайте, не помню уже там на каком Вывесили письмецо, 600 человек экономистов подписали, там из них 7 лауреатов Нобелевской премии Что ничего такого с безработицы не произойдет, повышайте Как бы, они смотрят на то, что раньше было, когда повышали минимальную ставку И вроде ничего такого и не произошло Но тут тонкость в том, что дело же не в том, что повышать или не повышать Дело в том, насколько Вот от того, насколько повышать, очень многое зависит И такого драматического повышения, вот как сейчас, то есть 7,25 сейчас, федеральная ставка, да? Закон федеральный, говорит, 7,25 7,25 поднять на 15, это удвоит Еще полтора года назад говорили, что надо вот сделать там 10, или 10,50 Вот 7,25 поднять на там 10,50 Ну, 10,50 это одно, а 15 это совсем другое И поэтому, на самом деле, вопрос гораздо более открытый с тем, что произойдет с безработицей Чем это может показаться Вот тем экономистам, которые говорят, что ничего не будет, исходя из прошлого опыта Нет такого опыта, чтобы удваивать там ставку минимальную Теперь, что Это как бы один такой момент Он обсуждается И прикольность его состоит в том, что Те позиции, которые стороны занимают по этому вопросу Находятся в прямом противоречии очень часто С позицией по другому вопросу А другой вопрос Это вот то, что называется free trade То есть торговля между странами без барьеров, без пошлин, без каких-то таких вот заградительных дел Дело в том, что получается такая история Если вот есть страна какая-то И она участвует вот в этом вот free trade Люди, которые там живут, зарабатывают Теряют работу, если из-за границы поступает более дешевый продукт Вот представьте себе, сколько зарабатывает рабочий в Китае Если продукция идет из Китая в Соединенные Штаты То те люди в Соединенных Штатах, которые выполняли эту работу раньше Они теряют работу И нет смысла, оно уже все пропало И мы снова оказываемся в ситуации, когда одним все, а другим ничего То есть, с одной стороны, когда все это дешевеет То та часть населения, которая не участвует в производстве этого добра Значит, радостно потирает руки И, можно сказать, жирку, так сказать, набирается То есть, они за свои деньги могут купить больше Потребить, употребить могут больше Но те, кто работу потерял, те уже потеряли Поэтому, значит, получается тоже точно такая же ситуация Когда одни за счет других, как бы, да Одним выгода, а другим, как бы, потеря Так вот, значит, выясняется, что позиция там почти всех кандидатов Расходится прямо, так сказать, в прямо противоположные стороны Когда мы смотрим на то, что они говорят про фритрейд И что они говорят про 15 долларов в час Единственный из них более-менее последовательный Это Берни Сандерс, который и хочет 15 долларов в час И недоверчиво относится к этому фритрейду То есть, не то, чтобы он там большой сторонник Вот, так что Но позиции меняются Между республиканцами и демократами Если демократы говорят Давайте будем, значит, повышать Минимальную зарплату И давайте не будем делать такой уж прямо фритрейд Чтобы защитить рабочие места, значит, Соединенных Штатов То есть, они апеллируют к пролетариату, так сказать Мы вас защитим Республиканцы, они наоборот Они говорят, вот, пускай будет фритрейд Но, да, а зарплату повышать не надо Это плохо То есть, они как бы меняются местами, что ли Но и те, и другие остаются противоречивыми, как бы, в подходе Поэтому такая вот интересная фишечка И у меня нет ответа, как бы, на вопрос Я тоже не знаю Как вот лучше, как правильно Хотя мы понимаем, что кому лучше так, а кому и эдак Одному дешевле, а другой работу потерял Ну, в общем, посмотрим Конечно, повышение ставки Вот то, что в Калифорнии, например, приняли Да, по штату Калифорния Они приняли Ну, закон, да, так назовем О повышении до 15 долларов Все-таки это к 2023 году То есть, у них есть 7 лет на это дело Это не то, чтобы мгновенное повышение в один день Которое может привести к каким-то самым неожиданным последствиям Там легко будет скорректировать по ходу дела То есть, они там подняли на доллар, подняли Еще на доллар, подняли Еще на доллар И смотрят, как пошло То есть, если там будут какие-то негативные последствия Я думаю, они всегда могут скорректировать Не то, чтобы там все это отлили из бронзы Нет В общем, такая вот Такая мулька С нынешних выборов Счастливо! 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 Счастливо!